Добрый день, дорогие друзья! Мы сегодня разговариваем опять об истории. И теперь мы говорим об истории, которую написал Андрей Лызлов в 1692 году, стольник, очень грамотный человек, несколько языков знавший, которую он написал по книгам, имеющихся тогда в монастырях, в хранилищах, в библиотеках, которые были, конечно, после уничтожены. Вот она, эта книга «Скифская история», написанная в 1692 году и переизданная в 1776 году. В 1776 году ее издавали при Екатерине II, потому что это были тяжелые годы. Только что прошла Крестьянская война Пугачева, он был в 1775 году побежден, но страна была очень сильно разорена и тяжело себя чувствовала. Стране нужны были реформы из 1776-1777 года. Они начали с очень большей реформы. Вы о них можете прочитать. Но, как я понимаю, что Новиковым была специально выпущенная история, которая поднимала энтузиазм народа, которая рассказывала, какой великий народ живет на этой территории, какой он был раньше и какие удивительные подвиги он совершал. История очень сильно отличается от той истории, которую мы с вами знаем. И если ее разбирать, то тут просто для нас очень много удивительных вещей. Но мы сегодня с вами рассматриваем те, которые уже к нам имеют какое-то отношение. С приходом правления Петра I нападки на русскую историю заключались не только в том, что полностью уничтожали книги русские, которые рассказывали о великой этой истории, но и людей, которые пытались этой историей заниматься, тоже очень сильно уничтожали. Мы помним, что приговорен был к смерти Михаил Ломоносов. Мы помним, что трудности были у Татищева. Мы помним, что Карамзин тоже с большими трудностями писал свою историю. А ту историю, которую написал Пушкин, так мы так по-настоящему и не увидели. И поэтому, когда сейчас появляются такие уникальные вещи, как история из Кифии Андрея Лызлова, для нас это просто пир ума и пир души. Но мне-то интересно эта история тем, что по существу мы пришли к тому, что он там написал. Я вам уже давал фильмы, делал фильмы. Вот здесь будут ссылочки. Это «В поисках льва настоящего», фильм «Откуда пошли народы русские». И сейчас я только через эту историю хочу уточнить вам то, что там написано. И уточнить еще маленечко, что мы, в общем-то, уже имеем и имеем в виду. И вот смотрите, я вам показывал в свое время удивительный меридиан. Это меридиан с 42 градусов, на котором находятся практически все святыни Земли человеческой. То есть здесь Мекка, здесь Ракка, здесь Ефрат, здесь Ширнак, место, которое считается на Арарат присталной в ковчег. Здесь Сюбхан, гора, самая святая гора для мусульман. Здесь Саркамыш и Селим. Здесь Кутаиси, город святой для грузин и тех, кто там проживает. Здесь Эльбрус, Пятигорск. Дальше мы поднимемся на север. Здесь Дивеево. Ну и это меридиан приходит прямо в пистяки. То есть те же 42 градуса. Тогда я вам рассказывал, что по моим сведениям, то есть по моему мнению, вот арийский народ, хотя мы знаем еще и более раннюю стадию, когда они еще не были ариями, а был уже народ, который существовал и культуру свою имел. Давайте называть русский народ. Он выгнал его ледник. Он был подвинут ледником на юг со территории. Некоторые говорят, что вот с территории Кольского полуострова, что здесь было зарождение. Я считаю все-таки, что с русской равнины, вот с этой части, которая между Волгой и Акой, где и находится Сунгирь, где останки наших предков 30 тысяч лет тому назад, а некоторые считают 70 тысяч лет назад были захоронены. Ледником они были подвинуты на юг и осели, вот одни перешли через Кавказ, а другие осели вот в Пятигории. Кавказ тоже покрылся ледником, который растаял только 5 тысяч лет назад. И поэтому вот эти две части этого народа были отделены. Одни остались на севере, а другие оказались на юге. Я считал, что на юге они оказались вот в районе Хецкого государства, а некоторые так и считают, что они все-таки жили в Ассирии. И здесь действительно в истории Андрея Лызлова подтверждается именно эта версия. О чем он говорит? Он говорит, что русские – это все скифии. Большая и великая скифия, которая делилась на четыре части. И эти части назывались, значит, скифия европейская, которая вот до Урала и покрывала всю Европу. А вот глядите, давайте вот карта Великой Тартарии. Вот посмотрите, какая она, Великая Тартария. Она же скифия. У Лызлова так и говорится, что Тартария – это та же самая скифия. Так вот, она имела четыре части. До Урала, европейскую часть, за Уралом. И вот здесь еще интересно было две части. Одна часть была, значит, можно сказать так, вот Азийская, ее называют, то есть Малая Скифия. Ее называют Малая Скифия, Андрей Лызлов. И она же Великая Тартария. И эта Великая Тартария распространялась вот от Средиземного моря до Тихого океана, включая, значит, Индию, Китай, тут и все остальное. И отделялась Великой горой Имаус, он пишет. Вот здесь очень большая путаница. Некоторые говорят, что Имаус – это Урал. Урал. Но на самом деле Имаус – это Гималай. И поэтому Великая Тартария родилась сначала вот здесь. И только после того, как Тартары перешли опять Кавказ и расселились опять вот на территории Зауральской, потому что здесь уже расселились и укрепились Скифы или Русские, или Арии, которые, значит, здесь опять поднялись с территории Пятигории на Средиземную равнию. А Тартары ушли в Сибирь, когда там тоже растает ледник. И там стала тоже Тартария, Великая Тартария. И Лызлов объясняет, как эта Тартария из четырех частей вот здесь существует, и объясняет, где она находится. Но самое интересное, он объясняет, почему она Тартария. А Тартария, оказывается, она. У него написано из-за реки Тартар, которая выше моря Ассирийского, значит, от моря Ассирийского. А море Ассирийское, вот это Средиземное море. Вот оно, Средиземное море. И здесь была Ассирия. И Тартар находился в Ассирии. Он настолько точно обозначает, что вот Тартар в Ассирии. И он, значит, отделен от всех Гималаями и Маусом. А в той части, которая Малая, Скифия, он говорит, что находится гора Кавказ. Вот она, гора Кавказ. И здесь интересно, что на горе Кавказ он еще одну великую гору специально выделяет, как разделяющую от восток. То есть она от восток, вот эти восточные народы Тартары, Великой Тартарии. И полунощи, и полудню, то есть от юга отделяет. Он называет гору Бык. Быкова гора. Быкова гора. И самое интересное, что Быковой горой, то есть горой Бык, назывался Эльбрус. Эльбрус. Эльбрус – это и есть та самая гора, о которой говорит Андрей Лызлов. И таким образом мы видим, что действительно это один и тот же народ, который, спустившись в Среднерусской равнины, перешел горы Кавказские, а частично остался здесь, расселился вот по всей этой Азии, захватил всю эту Азию. Там в истории очень хорошо рассказывается, когда, чего, какие цари захватывали эту Азию. Назвался здесь Тартарином и в конечном итоге вернулся опять на свою территорию, в том числе и воюя со своими братьями. Как он воевал со своими братьями, мы с вами поговорим и обсудим в следующем нашем видео. Все, спасибо за внимание, я думаю, вам было интересно. Читайте историю Андрея Лызлова, хотя она на Старославянском, но те, кто читает книги церковные на Старославянском, там все очень понятно и интересно. Все, спасибо за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...